Можем работать. Да, мне бы просто рассказали, что попали в самбо, и вы случайно. Вы не пожалели никогда о том, что это именно самбо стали заниматься? Я их не другим делом спорта даже. Нет, я просто до этого много занимался различными видами спорта. И занимался и лёгкой атлетикой, и футболом, и гимнастикой. И, так сказать, уже был готов. Но, тем не менее, когда начал заниматься борьбой самбо, у меня было такое ощущение, что отец мне порекомендовал не тот вид спорта. Почему? Потому что, когда первый раз мне, так сказать, приложили ковру, я думал, что детство на этом закончено, ушло, и его у меня просто отняли. Хорошо. Ну, а потом, вот, когда вы сейчас уже... Можно продолжать. А, пожалуйста. Можете, что самое для вас силу? Сегодня это жизнь. И сегодня, и всегда, и, в общем-то, это любимое в жизни дело. И мы очень гордимся тем, что это единственный отечественный вид спорта, который, в общем-то, как-то сейчас, я бы сказал, притеснён и забыт. Это вид спорта, который воспитывает настоящих мужчин. Расшифровывается он как самооборона без оружия, и вы сами понимаете. В наше непростое и сложное время, особенно на улицах, я думаю, мы даём ту силу в руки детей, а сила – это всегда доброта, чтобы они правильно могли оценивать себя, свои поступки и действия окружающих в жизни. Ну, в воле случая. И, в общем-то, я уже говорил, что я был в первом выпуске этой школы. И в период, переходный период, знаете, честно говоря, стало больно и обидно. Основатель школы, Давид Рудман, это известная личность в спорте. Это шестикратный чемпион страны, двукратный чемпион Европы, чемпион мира, заслуженный тренер страны, заслуженный мастер спорта. Он ушёл на другое поприще, скажем так. И я как ходил, так и приходил в школу, как и многие-многие выпускники этой школы. Для нас это не просто слова, это на самом деле наш дом. И мне в какой-то период стало больно и обидно за нашу альма-матер, что она приходит в такое состояние, ну, мягко говоря, развала. И по своей инициативе и по просьбе ребят, тех же выпускников школы, я, так сказать, выдвинул свою кандидатуру на директорство и был поддержан Московским городским физкультурным объединением, в частности, Львом Борисом Коффманом, и начал здесь работать. Это какой год был? Это 92-й год. Это уже 4-й год, да? Нет, 92-й год я начал работать директором школы, да. Уже директор? Да, уже именно директором школы. А так в 77-м году закончил и сразу работал здесь. Сначала инструктором-медалистом, потом тренером, потом работал в спорткомитете Москвы, да, параллельно тоже тренировался. А сегодня вы сам занимаетесь тренировкой? Ну, иногда, честно говоря, выхожу. Мне больно и обидно, что это не так часто удается. Ну, вот вчера воскресный день, и с выпускниками школы мы собираемся, немножко боремся, немножко играем в футбол. Скажите, в чем школа ваша отличается от других школ, кроме того, что она спортивная? Помимо того, что она спортивная, она своего рода уникальная школа, потому что мы совмещаем спорт и образование. Эта ситуация очень непростая. Большой коллектив педагогов, это все находится в едином здании, большой коллектив тренеров, пожалуй, в стране нет равных нашей системе и нашему комплексу. И вот в этом весь интерес, в этом, наверное, и успех в школе. Именно самое главное, ведь несмотря на то, что мы выпускаем большое количество высококлассных мастеров, и выпускники школы, и педагогических коллектив считают, главное это воспитание. И вот мы рады и гордимся тем, что неплохие ребята у нас выступают, вырастают. Расскажите еще тогда об успехах, спортивных успехах в школе. Ну, как вы уже догадались, Самбо-70, клуб основан в 1970 году. Вот в прошлом году мы отметили свое 25-летие. За эти годы более 200 мастеров спорта, 22 мастера спорта международного класса и 4 заслуженных мастера спорта. Я уже говорил, для сравнения, за годы советской власти было подготовлено 3 тысячи заслуженных мастера спорта, и из них 4 воспитала школа, и мы очень этим гордимся. Пример, а теперь конкретно Ваши спортивные успехи? Ну, довольно-таки скромно. Я мастер спорта по самбо, по джидо, чемпион Москвы, призер, первенство страны, входил в сборную команды нашей страны, был чемпионом вооруженных сил, победителем многих всесоюзных соревнований. Я считаю, для нашей структуры, нашей школы более чем скромный результат. У нас 5 чемпионов мира в школе, один из них трехкратный, один двукратный. Победители кубков мира, чемпионы Европы, победители первенства мира, первенства Европы. В общем, неудобно об этом говорить, просто уже не сосчитать даже. Скажите, а сам помогало Вам когда-нибудь в жизни, ну, просто сказать конкретно, нерабочие, спортивные, всякие ситуации? Ну, я скажу, вот, судя по нашим выпускникам, самбо нам вообще всем в жизни помогает. Это, во-первых, определенная уверенность в себе. Я уже говорил и говорил, что сильный человек – это всегда добрый человек. И, в общем, обычно, знаете, журналистов интересуют какие-то случаи на улице, там, кто-то кого-то побил или кто-то кого-то не побил. Ну, вот я скажу, с амбистами, может быть, этих случаев меньше. Конечно, когда они, бывает, что ясно, без лишних склонностей, в пользу наших, как говорится. Но это помогает правильно оценить ситуацию и никогда первым не применить ту силу, которая тебе дана. Я очень горжусь тем, что сегодня непростые времена, а вот рядный отряд на Петровке – это ребята-воспитанники и нашей школы тоже, и много было благодарности со стороны руководства Петровки. Это такой отряд, спецназ, который участвует в борьбе с террористами и на самых-самых таких опасных сегодня точках. Ну, дело в том, что со своей женой я знаком давно, до поступления еще в эту школу. Мы с ней учились в одном пласте, так сказать, эту дружбу сохранили на всю жизнь. У меня две дочки. Если бы были мальчишки, я бы их обязательно сюда отдал. Вот, одной – пять лет. Юлька такая боевая, а старший – 12 лет. Маша. И, в общем, все у нас нормально, все у нас замечательно. Маша, я вам скажу, она учится в 45-й школе, тоже известная английская школа. Я, как папа, очень рад, что она учится в такой замечательной школе. А она каждый день мне говорит, папа, ну, переведи меня в вашу школу, сам бы с 70. Почему? Потому что часто в летние каникулы мы отдыхаем вместе, это какой-то лагерь. И работая в лагере, я беру своих детей, и наши мальчишки, наши ребята очень нравятся. Мне приятно, что частые гости, приходящие в нашу школу, отмечают, что здесь несколько иные ребята. Это почти всегда отмечается, когда приходят. Да, вот какие качества люди называются? Чем они имеют? Ну, они, во-первых, более уважительные. Это, по-моему, самое главное. Уважительный человек, он правильно дает оценку каким-то своим действиям и лучше понимает окружающих, тем более взрослых людей. Это ребятам и всем, кого воспитывают, таким образом может пригодиться на всю жизнь. Именно в правильном восприятии мира. Спасибо. 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 А? А? Меня напередает. Нет, я сейчас стандарт. Мы больше, особенно пенсионеров, которые живут по округам, делать нечего. Мы всегда эти слухи, сплетни, объясняем, что выходим в эфир с передачи и показываем лежатся волновым. и танцевальный прожок и театральный прожок у нас, кстати, товарищи немецкие а так постоянно здесь я же там снимался много каскадер где-то под шестьсот ну все, в основном, солисты в то время снимались отыкают, что то, что заводится это нормальное это обязательно бывает, ну, это все трассу это, наверное, тоже главный учков, который эти моменты последствия да, пришел на работу вот так обычно с одним тренером по-туральному по-туральному м Продолжение следует... 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 Продолжение следует...